что для меня интересно как для историка искусства именно этого периода ну вот был период штурм, дранг, буря натиска вот арестовский круг, понимаете потом вот эти ребята, там, Глеб Богомолов, допустим ну, казаневская культура они как-то боролись за что-то вот Ольга Забельна правильно сказала Вик не был агрессором, он не был агрессивным а вот та плеяга от Орефьева, начиная, они были агрессорами но это была правда в истории когда я пытался что-то вякнуть Саше Орефьеву то я никогда не знал, получу ли я вружу или он меня обнимет это было все время на грани ну, такая агрессия была у них, вот поколенческая а Вик, он принадлежал к следующим это не то, что поколение следующее это как бы фаза, следующее развитие нонконформизма которая уже вот на выходе из перестройки вот эта группа Али, замечательная ну, Тимур Новиков и там Вальран, Лена Фигурина, допустим еще можно называть кое-какие имена довольно известные а они, скажем, не были агрессорами они были вдохновлены светом каким-то и они были безумно свободны они были сексуальны они были сексуальны, да я сказал, ты, конечно же, пригласил ты станешь меня сексуальны ну, они были по-разному сексуальны Тимур Новиков так сексуально да, Тимур пригласил, никакой я отодинок я хочу остаться просто Вика абсолютно вот эта слофута, которая здесь чувствуется причем здесь можно уловить он один верно ну, всегда художник выруливает в компании ну, импрессионисты они не с этого начинали передвижники а какая радость была развалить группу в этом году, что каждый и Сергеев, да и Сергеев не Скрона не Страдимов и Алена они все очень разные они очень разные вот здесь нельзя эту выставку снова олег не сделать это было глупо просто да, да, да ну, как, Алена и вот это нет, не получится нет, мы сделаем, конечно, когда-да как исторически исторически он сделал да, да, да но каждый сам по себе и Вик, когда писал живопись, это графика или стихи он говорил так самое сложное для меня это остановиться вот я начал, 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 начал наелся а потом все в пределы я думаю, что здесь начнем он уже любил Володю Овчинникову у них были просто в Москве какие-то отношения в хорошем смысле этого слова он говорил Володю Овчинник ну ты скучный как параллель я была измениться но я не могу я тебе задам да, он нашел свой стиль а они так а потом где все я уже другой и вот эта черта да она наверное лучше всего это как раз вот эта свобода в меньшей степени его живописи которая немножко озарена идеей бога искать лучше всего конечно его свобода выглядит ну как вообще по методике вы говорили я считаю что это очень сильные вещи это темпера ну неважно ты работал в основном темпера ну темпера темпера, да он тоже его дворстворил а вот там лежат так варили темпера тоже ну вот варили тоже не варили не важно да ну вот я хочу собственно я считаю что он совершенно особняком стоит и какой бы группе какой бы полочке с таким-то домом такой-то шкафчик мы бы его не ставили он все равно остается отдельным художником по-моему художник очень сильный и скажем так он остается в этой истории абсолютно остается можно сопоставлять с другими но это совершенно не нужно провести навыки это очень сильный художник очень сильный художник который увы как еще можно сказать может быть три-четыре-пять художников которые несмотря на колоссальную энергетику колоссальный талант немножко недополучили вот это известность может быть так вот может быть так он может получиться 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 я